Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Вы показали средний палец, и на самом деле этот палец связан с планетой Сатурн. И Ваша конституция указывает на то, что Вы отрабатываете карму Сатурна, то есть что Вы связаны с этой планетой больше всего. Это значит, что Вам в жизни приходится тяжело трудиться, чтобы достигать своих средств в себе на жизнь. Вам приходится всё через труд, через усилия. Вы не можете просто так чего-то получить в жизни. Это правда? Ну да. Безусловно, наша жизнь состоит из огромного числа закономерностей. Только не всегда мы умеем увидеть причинно-следственную связь между мелочью в прошлом и трагедией в настоящем. В результате ссылаемся на мистику. Я хочу с Вами поговорить о чём-то другом. Понимаете? И этот разговор, он важен не только для Вас, но и для многих людей. Потому что мы не знаем, что такое ум, насколько он опасен, насколько важно понимать, как правильно с ним обращаться. Наш ум, он имеет три сферы состояния сознания. Три сферы. Он живёт в трёх сферах состояния сознания. Причём он живёт постоянно в этих трёх сферах. И внимание, это что такое? Это внимание, это как лифт, который перемещается из одной сферы ума в другую, как лифт. И вот вся информация, связанная с умершими, с какими-то чудесами, чем-то таким страшным, тайным, связанная с какими-то метаморфозами, с голосами и так далее. Понимаете? Вся эта информация находится в нижней сфере ума. Назовём её невежественной сферой. Так Веда называет эту сферу ума. Вся информация связана с обидами, гневом, злобой, неприязнью по отношению к окружающим людям. Называется средней сферой ума или страстью, или страстной сферой ума. И третья сфера ума, в которой человек думает о чём-то хорошем, вспоминает хорошее событие, желает всем счастья, он радуется, он испытывает такую благодарность, чувство благодарности, доверия, любви. Вот такие вот чувства. Это верхняя сфера ума. В материальном мире, как считают учёные, мы можем наблюдать три основных процесса, которые происходят повсюду, начиная с микроскопического уровня и кончая Вселенским. Сотворение, поддержание и уничтожение. За внешними, видимыми процессами сотворения, поддержания и уничтожения стоят скрытые, тонкие силы, которые пронизывают собой всё в материальном мире, и каждый, кто соприкасается с этими силами, наделяется их качествами. Поэтому каждый из нас может распознать эти три силы в своём психологическом состоянии, опираясь на свой, собственный опыт. Более того, у каждого человека существуют определённые состояния или этаж, на котором он любит пребывать больше. Я не зря затеял с вами этот разговор, потому что я вижу, что не то, что вы такой человек, а просто у вас есть склонность вашего ума погружаться, погрязать вот в этой нижней сфере, самый нижней, где живут духи, привидения, где живут сглазы, порчи там, и страхи и так далее. Вы согласны со мной, что у вас как бы в этом направлении идёт мышление? То есть вы как бы часто задумываетесь об этих вопросах, что они вас интересуют, что вам хочется знать о чём-то таком потустороннем, о чём-то таком, что обычно в нашей жизни не присутствует. Вы согласны со мной, что вас это очень сильно привлекает внутри, как бы тянет? Да, есть такой момент. Вы понимаете, дело в том, что эта сфера ума, вот эта вот, о которой я сейчас объяснил, самая нижняя, она является самой опасной сферой нашей жизни, потому что в этой сфере находятся такие силы, с которыми человек не может справиться. И в результате, если человек сам под своей доброй волей начинает думать об этих вещах, то это в его жизнь приходит. В этой сфере сознания живут сущности психические, которые захватывают наш ум. То есть это зона невежества, там живут невежественные живые существа. И поэтому люди сходят с ума. Шизофреник, он постоянно бредит. Бред означает воздействие на его психику какого-то живого существа, так говорят веды. Согласно представлениям вед, сумасшествие – это реальность. Это ту реальность, тонкая реальность, которую видит человек. То есть, допустим, он видит какие-то тонкие миры, какие-то низшие миры, в которых психика человека должна страдать. Существование низших и высших миров наука официально не признала, но факты – упрямая вещь. Существуют неоспоримые доказательства, и они на ваших экранах. Таким образом, каждый мыслящий человек, изучая мир, встречается с различными теориями, будь то культурные, философские, религиозные, научные или идеологические, которые являются абстрактными категориями, и с их помощью он оценивает и понимает мир. Знакомясь с системой взглядов профессора Тарсунова, мы обнаруживаем, что она помогает высветлить все сферы нашего опыта, которые ранее были для нас непонятными или числились в списке неактуальных. Родитель, я покажу. Итак, если практически применять эту систему взглядов, в нашей жизни заметим, что с ее помощью мы способны по-иному строить свои взаимоотношения с этим миром, и что такой подход, похоже, приносит стабильные результаты и моральное удовлетворение. Вся наша жизнь соткана из тех фактов, на которые мы привыкли обращать внимание. Если мы привыкли видеть во всем плохое, то у нас будет сознание мухи, потому что муха тоже может, допустим, лететь к меду и хотеть нектара, но по дороге она видит, что-то внизу лежит такое грязное и воняет, и она хочет с этим разобраться, разобраться в этом вопросе. Она подлетает, а потом там у нее появляются опарыши, и жизнь вся протекает в этих испражнениях. Но пчела никогда не обращает внимания на их испражнения. Куда бы она ни летела, она везде находит только цветок, она везде находит только нектар. И человек должен быть как пчела, он должен обладать позитивным мышлением, он не должен смотреть, где что-ли вжит и воняет, он не должен в людях искать плохое, он должен всегда искать только нектар, и тогда ты будешь весь в нектаре жить. И когда ты будешь прилетать домой, там тоже будет все в меде. Потому что ты приносишь этот мед на своих лапках. Завершилась еще одна индивидуальная консультация с профессором Тарсуновым. Если у вас, уважаемые зрители, есть проблемы со здоровьем, в бизнесе, во взаимоотношениях, и вы готовы на своем примере помочь другим, обращайтесь в редакцию программы «Открытая дверь». Телефон 65 44 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова